фондом Алексея Козлова Art Beat Music. Это третий концерт цикл и посвящен детскому джазовому образованию. Первые два концерта были посвящены уже состоявшимся солистам, лауреатам международных конкурсов, студентам и не студентов, выпускников Российской Академии. И третий концерт также связан с Российской Академией музыки, потому что преподавателем класса саксофона в известной нам на детальной школе имени Исаака Доноевского является первой выпускницей джазового отделения Российской Академии музыки и медвесины Жанна Абрамовна Индер. Я немножко расскажу историю всего, к чему, так сказать, сегодняшний день являются показатели. В 1972 году в Советском Союзе приказами Министерства культуры Российской Федерации были открыты в 20 музыкальных училищах Советского Союза, включая в республики, в тот самый крупный городах. Были открыты эстрадные отделы, отделы эстрадной специализации, которые должны были выпускать артистов эстрадных и джазовых оркестров. Сюда включался также и вокальное искусство. Все это проществовало так более или менее до середины 80-х годов. Отца 80-х годов. По мере того, как росла, так сказать, мощь нашего государства в военном отношении, мы завоевывали космос и так далее, и так далее, все остальное потихоньку сводилось на нету. Остались только пять музыкальных училищ, колледжей, где существует эстрадная джазовая специализация. Их можно назвать так. Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Новосибирск и Ростов. Во всех из обеих училищах все это сошло на нет, и все эти отделы закрылись. Значит, высшее образование можно получить по этому профилю у нас только в Российской Академии Музыки, в Ростовской консерватории имени Анахманина. Вот это все. Но мир держится, знаете, на энтузиастах, которые всю жизнь посвятили этому. Блоги из них уже, как сказать, почили нас. Некоторые уехали на Запад, по всему миру металлы. Есть музыканты, которые играют до сих пор. Есть музыканты, которые просто хорошо живут. Ни о чем не думают, но все они были любителями джаза. У нас остались, благодаря поколению, у которых сейчас 70, около 70 и за 70, вот этот джанр, это искусство джазового музицирования еще у нас живет. Это такие люди, как Козлов, такие люди, как Бриль, такие люди, как Назаретов, который поплачил нас, как Качев, такие люди, как Бурко, Игорь Бурко, Челябинский дикселент, такие люди, как Гольштейн, Голощокин, пидерцы. Это все искусство будет процветать. И поколение, которое мы уже сейчас, или 50, и за 50, это Игорь Бутман и все эти музыканты зрелые. Да, их нас немного, но мы все дружно себя ведем. К сожалению, джазовое искусство никогда не было таким популярным, как стразная песня, как поп-музыка, рок-музыка, она не такое массовое, оно не должно быть таким массовым. Это нелетарное искусство, даже на родине джаза. Очень много американцев не знают, что это такое джаз, они никогда с этим не сталкивались. И живут себе прекрасно, и поют country music, слушают, и так далее, и так далее. Вот, ну это такая маленькая история. Благодаря энтузиастам, которые любят эту музыку, в 80-х годах открылись и в детских музыкальных, и в нескольких московских детских музыкальных школах, и в отделах джазовой специализации. Первый отдел джазовой открылся в школе имени Стасова, и тогда его возглавила Тамара Леонидовна Альзиховича. Вот она сейчас живет в Канаде, иногда сюда приезжает, делает, надо сказать, какие-то установки. Вот недавно она провела очень интересный фестиваль импровизационной музыки. Вот, и вторыми, следом за ними, в 85-м году открылся джазовый отдел в школе, в московской городской школе имени Стасова-Новестка, который существует до сих пор, это одиннадцатый из старейших отделов, не смотря, так сказать, на все перипетии нашей жизни, и смену нашей власти, и смену нашего строя. Этот отдел существует и выдает свою продукцию, и продукцию очень неплохую. Проводит даже международные конкурсы, проводит джазовые фестивали, не всегда это регулярно, помимо того, как есть деньги, но все это происходит. И таким самым, с опорой этого всего движения является директор музыкальной школы, заслуживает здоровой культуры Александр Николаевич Красин. Он сегодня будет представлять свой оркестр джазовый, которым он руководит один джазовый. Вы его услышите. Итак, я хочу представить ведущего преподавателя класса саксофона и ансамбля, Жанну Абрамовну Ильмер. Жанна Абрамовна Ильмер, наша первая выпускница в офисе Академии музыки по джазовому профилю, лауреат первого международного конкурса молодых джазовых исполнителей в Ростове-на-Дону в 90-м году. И сейчас она доцент нашей Академии, имеет ученое звание, и занимается в Академии она джазовым ансамблем, дополнительным инструментом и основами импровизации у саксофонистов в основном. И работает сейчас на музыкальной школе, возглавляет секцию духовых инструментов на отделе джазовой специализации, дайстратной специализации, и ведет в основном нагрузку класса саксофона и ансамбля. И вот сегодня вы услышите 10-летних, от 10 до 15 лет детишек, которые занимаются этой музыкой, и делают свои первые шаги в этом направлении. Я думаю, у многих из них очень большое будущее. Я желаю вам отдохнуть хорошо, и Жанна Абрамовна начинает свое действие. Пожалуйста. Я хочу пригласить на сцену Владимиру Леоню. Это третий класс нашей школы. Будет исполнено две композиции. Раксин, Лаура и Бенни Бульман «Танцы в сабое». Первым отделением будет исполнено сопровождение ритм-секции. Ритм-секция – это студенты и профессиональные музыканты Российской Академии Музыки. Алексей Лебухин. Наталья Анатолия Международного Курсика. Как исполнили? Я скажу, я даму 2012 года. Станислав Медведев, да? Кокробас. Антон Кузнецов ударный инструмент. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я приглашаю на сцену Кришкова Дмитрия, 5 класс. Мы используем две композиции Чарли Паркера. Первая – это «Ворогина и Хиита», и вторая – композиция, по всей видимости, соло Чарли Паркера, композиция Хуана Тизолу, которая называется «Пер Гидл». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я еще раз объявляю состав оркестра. Я скажу. Фодченков Михаил, ударные инструменты. Капеляцкая Мария, ударные инструменты. Лиханов Олег Катрабас. Шевелев Пашмилиан, это для нас. Крамбог Игнатов Вадим. Очень есть инструмент, знаете, топальные, что вы сказали, все равно же. И трубы. Смирнов Владимир, Москалев Алексей, Котлеров Александр и Гречищев Чудов. Саксофоны. Альксаксофоны. Артеменко Ярослав. Тетяна Львов. Петра Саксофоны. Поляков Никита. И Кальветова Юлия. Боритон Саксофон. Баталеев Андреев Андреев. Спасибо вам большое за то, что вы послушали этих детей. В общем, я думаю, что вам и вашим ближайшим друзьям это все понравилось. Дети, это, конечно, наше будущее. Мы без него никогда никак не обойдемся. Эти прекрасные дети талантливые. Я думаю, что они в дальнейшем будут заниматься музыкой. И даже если многие из них не оставят от любви, во всяком случае, это не помешает им быть хорошим человеком и ходить на концерты, и слушать джаз, и слушать классику, и вообще заниматься. А, я забыл про вокалистку. Наша красавица. Это Татьяна Трекерова. Ну, ничего. Мы ждем вас, если кто желает. Сакс Дэйс, это по четвергам последние, как правило, четвергие месяца. Ну, вот в следующем месяце мы будем играть с вами с Жанной Абрамой в пунктах «Зеленая волна». Приходите, можете послушать. Это наш будет сольный концерт. Мы хотели, ну, будем исполнять авторскую музыку и джазовые стандарты в оригинальных концерках. И следующий за ним, 25 апреля, это будет мини-джаз-фестиваль. Это тоже четверг. Это будет четырехчасовой концерт лауреатов Международных и Всероссийских конкурсов Российской Академии музыки, джазового пункта. Ансамбли и солисты. Да. Под руководством, кстати, Жанны Абрамовны и Марина Абрамовна, вот эти ансамбли будут осуществлять свои джазовые программы. Я, Александр Осийчук. Спасибо. Спасибо. Мы ждем вас на следующих концертов. Спасибо большое. Спасибо большое Эфмунду. Спасибо большое Алексею Козлову за поддержку нашей деятельности. Я думаю, что это прекрасное заведение будет жить. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.